привет друзья сегодня у нас на канале будет немножечко мы начнем штурмовать новинки от штурм достаточно давно на рынке россии до компаний и бытового класса инструмент манеря достаточно большого них еще есть компания про мне хэнс кернове направление союз с подешевле хэнс кернове как прав сегмент подороже штурм это где-то посередине и у вас есть несколько к новинок давайте попробуем по ним немножко пройтись в первую очередь давайте отметим тот факт что компания штурма решила не заморачиваться сильно с локомераторной платформы в отличие от зубра и элитеха которые сделали аккумуляторной платформы под себя а вот деколь сделали платформу на аккумуляторах макеты и штурм молодцы сделали тоже аккумуляторную платформу на базе макета у них есть несколько снарядов которые на ней базируются и из них новинки которые мне заинтересовали понравились это вот этот фонарь прожекторно-аккумуляторные с мощным светодиодом вот я не знаю зачем тогда делать вот делается такой большой фонарь и такой вот он эти металлы охлаждения я думаю это радиатор вешу он с рыбой так сильно нагревается видимо да но и такая вот штука в комплекте это идет подставка подножки тоже металлического соберем его на данные мощности инструмента 2000 люминов максимальный стой поток это кстати очень мощная тема а помнишь после того мачта что макета тестира там 600 люменов было да опять же посмотрите вот аккумуляторы макета должны подходить давайте запись только чтобы он случайно сейчас не включился баба так все кости в гнездо вставляется первый режим ну так освещает 2 разница 1 а ну 2 ярче кстати петь мы помнишь мы светили макетовским фонарем мне катит немножко мощнее да удобно что можно поворачивать наклонять в принципе неплохой кстати у них своя аккумулятор штурмовский тоже подходит они на 12 вольт удивительно нет я к всему интересно их штурмовский аккумулятор подходит на макета макету да и работает или нет тут смотри вещь контакта 4 идет как ни странно да на на тому же на том же зубре и на вернее зубри деко идет по моему два контакта здесь четыре информационного разъема нету и светит пока стоит еще один фонарь заряжается от микро юсб аккумулятор 3 7 вольт 1 на 8 ампера литий выстроены 4 магнита световой поток 300 люмен включаем первое светится сюда ну вообще такое ну блин это поисковой режим скажем тогда но это походит как ручка фонарик какая-то слишком невнятно переключаем еще раз а может быть яркость можно добавить нет режим проще нам не чем на стене показать три режима яркости чем чем напоминает по системе мелоки дата фонарик следующая да еще один режим мигающий но я не хочу чтобы эпилептики не мучились и еще прикол эта штука мало того что она магнитная можно прилепить можно регулировать можно ее за коробку жаток удобно на самом на велике едешь и хвост подсвечиваешь повесил себе еду да и но есть это походная тема что еще нам прислали отвертка которая имеет подбитый держатель необычный причем он с механической фиксации бита зафиксировал это не улетит никуда очень маленький но уголок магнит для сварки который может снаружи держать все уголки внутренние и тогда провариваешь снаружи где-то бывает удобно подставить как раз таки вот так для заготовки и это первым магнитный вообще уголок которая вижу который рассчитан на это но разумеется него еще другие углы здесь там всякие всякие смотри видишь 60 градусов 165 120 15 и 90 держит неплохо 11 килограмм у него идет удержание он даже круглые заготовки получается держит кстати такой 6 этот ключик союз разводной чем он интересен у него очень тонкие губки полезная штука для тех где нужно подлезть по моему 1 такие крафт лодцы выпустили такие ключики но или гросс или крафту ну и я их уже видел на рынке но тема все равно остается интересной вот такие вот появились в компании союз это что пробула вот пищит кстати он дешевле чем больше секатор тушка по моему рублей 78 стоит не знаю точно он немножко конечно габаритнее за счет того что здесь идет этот больше от батареи поду хотя бы может быть куда тройка поменьше полегче будет а защиты то что нет нет я видел когда там пальцы они куриную лапку так взяли но он раз и не писать и все равно нормально буковый шкант я его возьму сейчас ключами чтоб не пальцами держать хорошо на изи сделать можете посерьезнее возьмем фанера из по избе блин ну не знаю мне секатор принципе ну да вполне нравится а только не на лицо уже тут как бы хамство дата больше 35 миллиметров а по сути 25 30 метров в принципе берет и здесь начнем не хватает на раз если немножко было бы неплохо резиновую рукоять вот эту как-то тут все время же в руках в руках будет держать что у нас в комплекте ли да посмотрим доводочный камень для доводки лезвий вырезаем честного не можем для видения лезвия можно снять она съемная ключ для съема есть и есть вот такая вот масленка что можно бы механизм смазать у нас коробочки просто нашелся еще такой вот шаблон для переноса всякого рода хотя его можно же раскрутить до сделать далее допустим вот такого плана шаблон это такая нора больше плиточная история но раньше их вообще нифига не было потом они начали потихонечку появляться первое не в инстаграме это года полтора начали появляться и мебель на сейчас потихонечку начали их заводить тема простая и удобно я думаю что стоит на то же копейки рублей там может быть 300-400 а очень видно что поработали копировать встать control c control v да с гроссовской тематики копировали написали не сделано в германии а германии немецкое качество но вряд ли это будет немецкое качество может герман кольте рубля 2 стоит что хотят узнаешь достаточно сильные почему я так сказал потому что чудно одеялся перекусить цепь тоже сама цепь кончиками ну ладно баба как это ну нет так нет а каш херовый саморезов а вы для интереса перекуси боковский боковскими бокорезами вот эту штуку так и там надеюсь бы дерево там просто более вот здесь наверху да не выскальзывает прикинь не могу взять у этого а а вот я там перекусил ну значит баха не хуже штурма выходит к сожалению знаем за сенцев нету кто не видел обзор на эту пилу уже не белгорода есть на канале я не думаю что есть смысл подробно про не рассказывать но давайте все равно по ней по ней пообщаемся покажем соберем расскажем ай как хвоя завоняло да ну другое дело вкусненько кстати как осуществляется подача вот масло как понять что оно там пошло нажать 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 допустим да а что если написано в инструкции что юра ну режет она уверена тоже без напряга я скажу тебе так честно правда подачу масла я так и не понял как осуществляется потому что здесь внизу сухо а нет юр пошло сша вот лишь набрызгала масло а давайте покажем как это работает час раз два три нажали запустил сейчас должна появиться полоска с маслом вот видите наброс пошел масло подается нажимать 35 раз через каждую минуту работа так но кстати к этой тематике продолжает и рассмотрим вариант который идет комплект еще есть двумя аккумуляторами более серьезный модель приятное отличие от предыдущей пилы помимо вороночки конечно это уже наличие металла в конструкции например мы гайку притягиваем не только к пластику но здесь и металлическое кольцо нажимаем задержкой к мягкая клавиша господи какой кайф карамба защиты сейчас кстати попробуем защиту что что будет двигатель отключится электроника и движок из-за мигала так и так быстро остановка у нее плавный пуск индикация заряда батареи четкий баланс хоть и без резинки но удобная ручка и какая вот это удобная кнопочка на большая и мясо еще юрия заметил я намеките этого не видел регулятор подачи подачи ровня масла да ну я не знаю там было или нет полно нормальная тема клыками упирался это если бы ими сейчас не упирался вообще в леду пролетела очень мощно по сравнению с предыдущей как она запустила надежно дойдет для валки кстати обратить внимание декорации зарядов аккумулятора тоже присутствует в целом неплохо на вид сделанный инструмент и по мощности неплохо был кстати брошенда получается мы видим 12000 написано в одно на одном из сайтов 12500 без аккумулятора без зарядки да но он 12500 юра ца проблема в том что в макитовской не продается без аккаунта без зарядки на процессе кандалятки и стоит от 23 но у нас на сайте точно тушка их она стоит примерно 20 то есть это 12 но в полтора раза почти дешевле я считаю что это вполне неплохо для пилы такой но она мне понравилась когда давай маску сварочную посмотрим она чем интересно у нее внешний экран сменный ну я так скажу но запасной в комплекте нет так нажимаешь и он типа стягивается не хочу просто так тестирование чувствительность задержка питания от батареи скорее всего но вот и запасной 2450 батарейка внутри hr затемнение у 9 до 13 режим но выключение зачистки это кстати полезно потому что щелкнул и все и не садятся и батареечки не надо их вытаскивать кстати есть такая еще карбоновая раскраска но она мне не ничем не меня не зацепила только потому что никаких особых фишек я на ней не заметил то есть она фактически типовая хотя смотри что такое 9-13 шлифовка а это что время нет это затемнение как раз таки здесь затемнение от 5 дин то есть два режима в одном идет 9-13 друг в другом от 5 до 9 5 9 это используешь на или слишком тонкая сварка полуавтоматом по моему или когда этом аргоном варь режим тест кстати работать а с другой стороны у нас уже быстрый средний медленная задержка это чувствительность то есть есть раз-два параметра регуляции с 34 здесь еще степень затемнения то же самое только здесь 913 поэтому нет этого переключателя все остальное просто перенесено на то есть это более чувствительное получается до 5 до 10 до она может очень слабо затемнятся обычно в отключенном состоянии затемнение равно примерно четырем может поэтому нам было суши она почти не искажают посмотри цвета все видишь все оттенки и синий и желтый и красный и зеленый цвета все видны чуть-чуть может быть а ну-ка режим тест обе тест еще просто затемнят затемнеть надо сейчас перевести в 5 дин ну вот смотри вот сейчас типа 4 дин и когда нажмешь тест нажми он станет 5 дин станет чуть-чуть темнее на цвета также станции нашем наборе еще прибыла вот такая вот шлифмашинка это из новинок она написана 1000 ватт макс сейчас очень популярна стала тематика шлифовки стен шпатлевку как это выглядит в сборе окей я допустим хочу удлинить ее здесь есть небольшой минус она становится не такая уж легкая когда на вытянутых руках будешь работать вот с данным агрегатом допустим на потолок красить кстати это кольцо осветительное есть вот знаете кто говорят профессионалы этой штукой осветительным кольцом типа не пользуются пользуются оси и вот теперь она подтягивается для для работы на потолке да то есть на потолке она вот так вот фиксируется а если мы работаем на стене эту пружинку снимаем она получается для работы на стене давай попробую включить посмотрим как она вообще работает как подсветка работает о кабель ухты он мягкий кайфовый посмотрим насколько у нас длинный кабель а ну-ка теоретически кабель на такие штуки вообще должен быть на самом деле ты что думал врать будем что ли муж честные обзорщики а плавного пуска нет кстати нормальное мачто освещение регулировка оборотов есть у нее на ручке до короче она сдувает засасывает она в принципе неплохо смотри на другая штука есть это чтобы можно было работать вплотную со стеной она снимается или чтоб работать по потолку с полным удалением она вставляется обратно до хорошей смены что кинуть нет это получается и на дают рвать это не отрывается да это получается очень мягко она меняется вместе с этой головой затем она еще и подпружиненным да она по то есть ты можешь небольшой угол задавать наклона это позволять и небольшие погрешности в работе допускать ну кольцо светодиодная обычная лента скорее всего стоит да никаких на спице направляющих светодиодов вряд ли будет в целом то на такой класс инструментах и не бывает такого инструмента лампу лосева не забудьте приобрести нас тут порядка 20 8-10 тысяч рублей они у нас на сайте что есть такие вещи обычно с лампами лосева хочет качество добиться отрабатывать можно ли снять отсюда пылесборник свете на хрен не нужно сюда можно листок отключить наверное подсветку отключительно включается есть такие штуки называется резак для ламината мы показывали по-моему на вольфкрафтовской теме вольфкрафтовский резак стать мама не горю баблище дорогой да а есть вариант у штурм доступны поэтому кто работает с ламинатом обратите внимание очень интересная тема а знаешь самое интересное что мы единственная в россии компания а у которой есть на сайте качественное фото этого резака потому что у всех остальных разрешение это новинка юрик поэтому никого и еще нет но и да бог с ними пускай их не будет у нас он есть собрать какая конструкция простая да юр вот казалось бы что проще чё бы не сделать чё бы наши чё бы в россии бы такую фигуру не сделать на его не в россии делают нет в китае а вдруг у нас такое дело приключилось мы не нашли ламината и пришлось взять пенокартон пенокартон уверен очень не поспоришь попробуем с другой стороны будет ли он резать другой стороны божьему он режет со всех сторон вообще если честно я чуть-чуть решил до этого же станут и порезал им в это было тяжело но я им порезал фанеру усилия явно не тону мену если фанер юсб режет почему бы и нет знаешь юр я считаю что если ты кладешь ламинат ты как правило его или пилой дисковой да и лобзиком обрабатываешь но обрезаешь или же ты его почему если работаешь под плинтус если тебе не хочется сорить мусорить или что-то ты приносишь собой такую небольшую шуметь шуметь пылить пылесос лобзик полотна стоит эта штука не помнишь нет не не помню давай узнаем случайно взял например и профукал высоту и уже постельный ламинат пропилил чем-нибудь но всякое быть может тут принос просто а на всяком случае без шума без звука до 5 250 стоит нет наличия лишь но но почти как плиткорез тут кстати оказывается есть еще ограничитель моего не поставили а что он делает но не в не позволяет удариться по завершению реза слушай но она получается почти в два раз дешевле чем вольфкрафтовская а по функционал такая же а есть допустим я хочу в это поехать я могу это что куда-нибудь прикрутить она на рассада прикручивается этой хренью то же самое с упором отверстия и вот этот им только для одно так они когда прибыли они были в таком комплекте сразу смонтирована это башка вот так по моему для переноски мобильной нас наш чайки жалость на то что давно не было подарков никаких фонарь вот этот вот разыграем лак лак отучилась рота начался говорить вот эти халявные слова как-то не произносится подписка комментарии да вот есть это все три слоя будут выполнены одному из ваших комментариев повезет и вы такой вот фонарь от нас компании штурм и меня и юрия получите но это будет в одном из следующих роликов и даже избе кабель и избе кабель для зарядки если честно сегодня мы уже снимаем достаточно много обзоров мы сильно приехали перехирели от обзора так аккумуляторную пилу makita потому что она достаточно долго резал никак не разрядилась самое интересное резал пилил я вообще не понимаю как это происходит вот мне понравилось но в целом спасибо большое что посмотрели наш обзор на новинки инструмент компании штурм спасибо компании штурм за то что прислала нам эти новинки что показали на розыгрыш мы фонарь поставили надо будет следующем обзоре вам рассказать про без масляные компрессоры воздушного типа с новой системой а я не знаю как называть но они малошумные да они там что-то по громкости до 90 децибел плохо будет сравнить с классическим по параметрам по скорости надува ладно все ребят спасибо что вы посмотрели нас это была компания папа карла николай и юрий всем оставьте лайкусик и за наши труды мы обязательно что-нибудь интересного на дыбовом а если не дыбов на дыбовом пока не дыбовом а если не дыбовом